Радио 54 Чтобы дать корочку То лучше тогда делать их Менее пористыми Менее дырящими То есть не добавлять воду Чтобы были более плотные Ну да Ну и плюс Зависит от муки И от размера яйца То есть какая категория В принципе Это на 3-3-3 нормально То есть есть там Два яйца На 0,5 Это почти два стакана молока Полтора стакана муки То есть это чуть жиже Блины получится То есть вы сможете Чуть тоньше отпекать А что вы посоветуете Насчет масла Некоторые кроме теста Еще на сковороду добавляют Это правильно Или можно на сухую Если в тесте есть масло Ну блины Это Это личность Это индивидуальность Да То есть такая история И соответственно Как в ресторанах делают Да То есть под них Используется своя посуда То есть сковорода На которой только они пикают Заиболее ничего Вот если это там Хорошая сковорода Которая позволяет То есть это чугунные Они впитывают За счет пор масла И она становится маслянистой Ее достаточно просто Протирать салфеточкой Чуть-чуть пропитанной Не наливая Большого количества масла Вот То есть Если сковорода Используется в других Еще средствах Там приготовления блюд То ее прокалить солью Чтобы соль там Всю эту влагу Лишнюю все Испор забрала Чтобы никаких других вкусов Блины себя не брали Это тесто Потому что тесто Это все-таки продукт живой Вот И относиться к нему Надо тоже с уважением Воу Прям загрузили Я никогда ничего Такого не делала И сейчас А масло Чем больше Тем лучше Я считаю Стрёмные блины Хорошо Какие-то добавки К блинам Вот Можно добавлять Само тесто Можно Как-то изощряться С начинкой Вот тут Что посоветуете Ну Тут Каждый Хозяин Себе творец Да То есть Вы С припеком Пожалуйста Можете Добавки Это рыба Курятина Различная Можно копченую Добавить Это мясо Овощи Грибы Зелень Зелень Ну зелень Естественно при жарке Она увитыхает То есть она тёмная Теряет свой вид То есть её лучше добавлять Чуть в финале Если вы припек делаете Вы на сковороду Налили тесто С одной стороны С нижней Подхватилось Сверхой Она ещё живая Свежая Да сырая Добавляете туда припек Перевернули Буквально подружили Тесто с ингредиентами У вас получается Зелень свежая Ну естественно Весь припёк Он уже готов изначально То есть его не надо Дожаривать Там допекать И так далее И вы кушаете Если вы фаршируете их То тут пожалуйста Можно угадать Под тот напиток Который вы их фаршируете То есть отсюда у вас пойдёт Это Могут быть сливочная С курицей Чисто овощная Какая-то там Икра Грибная Мясные С рисом Да вариантов Очень много По сути Как тот же пирожок Только вы заворачиваете Тонкое тесто Ну Честно скажу Мне довелось В эту пятницу Попробовать блины По-камчатски Это как Чёрная икра Нет Это Меня угощали Такие хорошие Блинчики тоненькие Хрустящие Вкусные Пористые Добрая ложка Красной икры Столовая С горкой Такая что Прям сваливается с неё И туда же Потом сверху Выкладывается Мы в данном случае Используем сметану Но по идее Подзбитые сливки Сливки слаще И они соляную икру Будут немножко гасить Заворачиваешь Вилочкой отламываешь И кушаешь То есть это великолепное Сочетание Хороший лайфхак Я всё время думал Как будут эту соль Прибрать Сметанки Да Сметанка Либо сливки Жирная Оно нейтрализует Серьёзно Рыбу с молочными Продуктами Обалденный вкус Я для себя сделал Открытие А потом животик Не бобо На эту масленицу Всё Делаю так Кроме простых Пищевых красителей Что бы вы посоветовали Добавлять Ради того Чтобы раскрасить блины Например шпинат Естественно Это овощные пюре Соки Овощные пюре Можно в тесто добавлять Конечно Вы можете добавить В тесто Ну естественно Вам тогда нужно Понимать соотношение Жидкости И всё остальное Молочное Просто меньше молока Да Можно сделать Из зелени сок Выдавить Если у вас есть Машинка для твёрдых Фрешей Вы можете просто Взять пучок укропа Хорошенько давануть У вас появится Яркий зелёный сок И тем самым Подкрасить тесто Будет тоже интересно Морковный сок Очень красиво Там красит Плюс каротин Это полезно Что ещё можно сделать Из блинов Я видела К сожалению Ничего не знаю Кроме торты Торты блинные Вы как это относится Пробовали такое делать? Нет Я не делал такое Но меня угощали То есть это обычный Сметанный крем Взбивали сахарочком Там блинчики прокладывали Стояло в холодильник Созревало Потом нарезаешь его И с джемом Либо с ягодным топпингом Либо просто с ягодой Наворачивали Очень вкусно получается Ну вот То есть Очень много слоёв Блинчиков То есть И такая история Но А так Но есть же курник Наше блюдо То есть это пирог Вообще Слоёное тесто А внутри идут слои У тебя там Лук Курятина Грибы Всё это Каждый слой Блинчиком прослоен Сливочным соусом Затянут Там рис Зелень И всё это В слоём тесте Запекается Отрезаешь Получается Пирог Полноценное блюдо Где есть гарнир Различные мясные ингредиенты И всё это Ну там наверное Очень вкусно Это безумно вкусно Я себе курник представляю Просто как пирожок Нет Нет А я вот представляю Как Андрей рассказал Мне вот так вот хочется Может быть нарезанные блины Куда-то добавляются Нет Салатики Салатики делают Да То есть Ну все прекрасно Есть яичные блины Яичные блины Ну это понятно Просто тонкий омлет Накатал Нарезал там С салатиком С курочкой С мясом С маринованными огурчиками Да любой салат Куда вы добавляете яйцо В принципе Можно добавить яичный блин Будет другая форма Но по вкусу будет похоже Ну выглядит будет интересней Фаршированные Сладкие блины Там с начинками С ягодными Есть крепсы Да Фламбе Что вам приходилось Либо готовить Либо пробовать Такое самое неожиданное Сочетание с блином Самое неожиданное Сочетание с блином Так Трудно да Потому что к блину Все подходит И сладкое и соленое Ну смотря какой вы его сделаете Если вы его делаете Сладкий То конечно он там соленым Но это будет конфликт Если вы его делаете Нейтральным Как к закуске То то есть Там и мясные И рыбные закуски Будут хорошо идти Ну наверное Для меня было восхищение И открытие В свое время Это вот как раз Фламбе То есть Блины в карамели С заварным кремом С ягодой внутри С коньяком поджигали Вы думали Пироженка оказалась в блин Да Нет То есть ты разламываешь Хрустящую карамель Внутри Сливочный крем Такой заварной Свежей клубникой Это все в блинчике Тоненьком И еще с шариком мороженом То есть Ну вот это сочетание Мне нравится Холодная Горячая Хрустящая Клеклая Такие разные Субстанции Во рту У тебя происходит Игра И некий взрыв В голове То есть Разных консистенций Разных температур Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM